В московском районе, на московском шоссе, сотрудникам полиции даже пришлось открыть стрельбу из табельного оружия, чтобы остановить пьяного водителя. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на как-то неадекватно ведущий себя на дороге автомобиль. Потребовали у водителя остановиться, он останавливаться не стал и им пришлось броситься в погоню. Движение перекрыто. Возможно, сейчас будет разворачиваться. Движение перекрыто. Разворот в обратку. Заметили иномарку, водитель которой управлял транспортом с изменением траектории движения. Выезжая на пол встречного движения, предположив, что водитель может находиться в состоянии обвинения, сотрудниками полиции потребовали остановиться и приняли решение о преследовании данного автомобиля. Водитель требования полицейской остановиться проигнорировал и продолжал движение на большой скорости с грубым нарушением правил дорожного движения, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. Полицейские неоднократно предупреждали водителя при помощи специально громкоговорящего устройства, что в случае неостановки будет примено оружие. Но нарушитель продолжал движение. Для остановки автомобиля сотрудники приняли решение применить этапельное огнестрельное оружие. Полицейские повредили заднее левое колесо автомобиля, и водитель был вынужден остановить транспортное средство. После этого сотрудники госавтоинспекции задержали нарушителя. Водителем оказался житель города Держинска, 1982 года рождения. В отношении водителя составлено 19 административных материалов, один из которых – это отказ от прохождения медицинского свидетельности. Кстати, как подчеркивают сотрудники полиции, никто из других участников дорожного движения во время этой погони не пострадал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...